Положение дела в Хакасии стало темой разговора Владимира Путина с руководителем региона. Республика в числе лидеров по добыче угля реализуются важные транспортные проекты, растет зарплата и молодежь покидать регион не торопится. Обо всем этом президенту рассказал Виктор Зимин. А вспомнив про туристическую привлекательность тех мест, еще и предложил создать маршрут вроде Золотого кольца России, только в Сибири. В него помимо Хакасии могут войти Горный Алтай, Кемеровская область, Туба и Алтайский край. Нужна лишь хорошая дорога. Репортаж Павла Пчелкина. Транссип и БАМ для Сибири и Дальнего Востока не просто железнодорожные магистрали. От них во многом зависит то, как будет развиваться промышленность и вся экономика нескольких российских регионов, их рабочие места, уровень жизни и демография. Не исключение такие угледобывающие центры, как Хакасия и Кузбасс. Пропускная способность транспортных артерий имеет для них решающее значение. Они, как никто, заинтересованы в их модернизации. Глава Хакасии сегодня сообщил президенту о том, что соответствующий план подготовлен и ждет одобрения главы государства. Докладываю. Вот только вот эти вот наши усилия Кузбасса и Хакасия дадут больше двух триллионов инвестиций сейчас. Это расшивка Транссиба, 600-700 миллионов и везде практически частные инвестиции. Плюс новые локомотивы, вагоностроение, металлурги. И 60% они дают еще приростам рабочей силы. Косвенно. Только Хакасия это даст минимум 20 тысяч новых рабочих мест за 3-4 года. А ведь их недостаток для Сибири и Дальнего Востока одна из застарелых, во-прежнему острейших проблем. У Хакасии вроде бы получается ее решать. Кроме того, в прошлом году она даже вышла на первое место по темпам роста зарплат среди сибирских регионов. И здесь же вошла в пятерку по размеру средних зарплат. Конечно, все это помогает удерживать в регионе молодежь. Мы один из самых молодых регионов в Сибири. У нас очень много остается молодежь. Есть одна цифра, Владимир Владимирович, просьба обратить внимание. Мы за ней отслеживаем. Это вот объем вкладов населения. В 19-й год был 7 миллиардов, да? Пять раз? Да. Это цифры Национального банка. Это для добычи растет, да? Мы действительно становимся в ближайшее время вторым регионом. В России под добычей угля энергетического большие объединения. Нужны нам усилия совместные с Кузбассом. В республике растет рождаемость. Позитивный знак. Но здесь, конечно, не обошлось без федеральной помощи. Мы построили только 15 новых школ. Мы не совсем большой регион. 20 объектов на селе. Я имею в виду, это домок культуры, их 26 лет никто не строил. А есть объекты, которые лично вы подписали. Это перинатальный центр. Этот центр яркая иллюстрация того, насколько важен доступ к передовой медицине для повышения рождаемости. Появились совершенно новые возможности по сохранению, рождению и выхаживанию детей. Одновременно здесь могут получать услуги до 150 пациенток. Работает? Работает. Уже несколько тысяч ребятишек. За неполный год. Приняли. Самое главное, в два с лишним раза уменьшилась детская смертность. Вот те показатели, которые ждали. По потенциалу туристической отрасли Хакасия может дать фору многим другим регионам. Нетронутая живописная природа, перекресток религии и культур, места таинственных сибирских шаманов, древняя наскальная живопись. Все это здесь. С этим можно познакомиться и в открытом в Абакане республиканском культурном центре. И, конечно, во время путешествий. Речь идет о создании уникального туристического маршрута. Горный Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Тува и Хакасия. Но все это снова упирается в деньги. А нет автомобильного сообщения. Представляете, мы по 600 километров. Крюк один. Да, крюк. Крюк такой, да, крюка даем. Участие федерального центра потребуется для развития спорта в республике. Мы всегда так говорим, что там 300 лет, как совершили в состав Российской империи, не было Ледового дворца. С собственными силами очень тяжело. В Российской империи не было Ледового дворца. Очень тяжело своими силами вытянуть, но очень хочется. А вы что там планируете в этом дворце? Владимир Владимирович, Ледовый дворец, я сразу скажу, мы не будем делать там профессиональный спорт. Ни тем миллиарды тратить, чтобы содержать команды там еще. Нет, не об этом. Больше детский спорт. Кроме того, глава Хакасии призвал руководство страны пересмотреть тарифы на электроэнергию для региона. Например, по отношению к малому и среднему бизнесу, по мнению Зимина, они особенно несправедливы. Президент обещал подумать. Павел Пчелкин, Светлана Баркова, Первый канал.